I have ways of blowing things up. Это абсолютно не проблема, теперь у нас больше нету нужды заходить в сухой док, у нас абсолютно все прокачано, все что можно было качнуть, также насчет корабельных дел, у нас установлена универсальная удочка, которую можно ловить мангровые, вулкановые, все что угодно, я немножечко подзапарился с маленькими двигателями, наверное вот это тоже можно было бы поменять, но ладно, то такое уже. У нас тут стоит установка, а тут у нас стоит видите универсальная удочка, по идее нам вроде как на все должно хватать, сейчас мы еще проверим, секунду кое-что, удочки, это у нас глубинные пучинные, океанские, прибрежные, в общем вот эта штука нам еще нужна для глубинных и пучинных. Я ее даже прокачать не могу, в общем прикол, ну хорошо. Я на самом деле интересовался, ну не то чтобы интересовался, а ломал голову пока я вот плавал, пока я гриндил, ломал голову, как бы так сделать, чтобы нам миномет поставить, но ничего нам не получилось. Предлагаю. Древний храм, обгоревший понтон, развалины, инкфилл, так, 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 вот это вот, вот где инкфилл, так, давайте квесты посмотрим. Сейчас, секунду, так вот, давайте заглянем в каютку, посмотрим, что у нас вообще по поручениям, какие у нас висят, найти реликвии, поймать торп... О-о-о, не помню торпона, ставить человеку фиолетовым балахоне, я уже даже не помню, которому из... Человек умер, человек умер, это скорее всего тоже, я не знаю... Так, зажечь огонь у статуи, это у нас там, где глиф и глиф, ладно, посмотрим. Доставить тухлого морского угря, это нужно рыбачить ночью, поймать редкую рыбу, это для торговки. Найти фирменный герб в штормовых скалах, давайте посмотрим, что у нас за штормовые скалы. Штормовые скалы, это здесь, там, где... ага... Там, где Ингфилл. На самом деле, я сейчас предлагаю пойти на лохматую косу. Там у нас есть места, в которые мы могли вполне не заглядывать, мы там не сильно много были. И если мне не изменяет память, где-то там мы как раз нашли вот эту штуку, ствол миномета или что-то такое. Поэтому... Давайте, поехали. Я забыл, как плавать. У нас, значит, из плюсов. Плюс в том, что нам больше не надо собирать материалы. У нас всё прокачано, но нам бы всё равно не помешало бы какие-нибудь детальки для прокачки удочек и всякого такого. То есть, этого нам всё ещё не хватает. Как различить, где просто обломки, а где то, что нам нужно? Никак. Так. Детальки нам дают за квесты, детальки нам дают иногда, когда мы просто рыбачим. Так, шаткий понтон. Вот мы почти на месте. Нужно вот тут вот всё обыграть. Тут за нами гоняться будет одна штука, но, по крайней мере, сейчас у нас уже неплохо всё со скоростью. Вот мы за четыре часа сюда добрались. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут. По крайней мере, порыбачим. Щука у нас попалась, это первый раз, когда мы такое сладили. Вы это слышали? Хорошую щуку упустил, тяжёлую. Я немножечко подзабыл, как рыбачить. Вот это что за фигня? Это выглядит, как какой-то краник. Краник. Смотрите, это кусок от самолёта. Нет? Блин. Гляньте, и здесь это выглядит, как кусок. Ну-ка, тап. А, это нам про щуку будут рассказывать. Это я, спасибо. Опять же, у нас с этими камнями что-то непонятное. Кстати, я абсолютно не помню, сколько у нас денег. Не, мангровые щуки. Мне кажется, тут надо повнимательнее поплавать. В прошлый раз мы слишком быстро отсюда ушли. Посмотреть. Завал из обломков. Чтобы расчистить её понадобится мощная взрывчатка. Эээ. Дааа. Где бы мне её взять-то, дружище? Ммм. Про это мы и говорим. Мне бы как-то собрать этот самый миномёт. Я так понимаю, что это всё-таки будет он, именно миномёт. потому что нам, ну, вот этот... Я пошёл отсюда. До свидания. До свидания, говорю. Мне неинтересно. Это указатели, смотри. То есть, это не просто факелы, это указатели. Дааа, свалите от меня. О, смотрите, там... Там пристань. А как нам туда попасть? Чувак, вот реально не до тебя. Свали. Записка. Блин, это тоже надо... Ммм. Там пристань, нам туда надо. Чёрт побери. Записку мы прочитаем? Это не проблема. А чё тут ночью у вас, кстати, водится? Мелководные. Чё-то новое, ладно. А, тарп... Ой, тарпон как раз. Как бы мне не поломаться. Погодите, это же то, что мне надо. Рама миномёта! Металлическая там, переносной миномёт почти не пострадала... Возле разбитого самолёта, да? Рама, ствол. Интересно, а мне ещё что-нибудь понадобится? А, на самом деле бросить. Я не уверен, что мне понадобятся детали. Хотя ладно, пока место есть, фиг с ним сложу. Прикиньте, мне сейчас просто скажут собирать миномёт. Собери там 100-500 железа или что-нибудь такое для него. Не зря же прямо тут, кстати, возле этого самолёта это железо. Нет, тут мутированное, это конечно... Нет! Вот ещё один самолёт разбитый. Глубоко в песке лежат обломки старого истребителя. Вы подходите... Да-да-да! Заглянуть внутрь! Вот это, кстати, красиво. Старое золотое кольцо и dog tags. Я заперу. Тут этих самолётов побитых лежит просто уйма. Я же говорил, что это место нужно исследовать лучше. Блин, мне бы ещё и документировать как-то, что и где я плаваю уже утро следующего дня. Ну ладно, сутки мы не поспали. Фигово, конечно. О, этот дебил здесь. До свидания. Наша встреча была ошибкой. Что-то заползло в ваш трюк. Ага! Вот как-то. Вон ещё один самолёт. Надо здесь внимательнее поплавать. Ты нафиг издеваешься. Доносит тошноватый запах. Металом падает за борт. Ребят. Мне нужно лошадки понтон. И мне нужно поспать. Твою за ногу. Она меня окружает. Ага, вон она идёт. Я вижу. Это остался единственный путь. Вон она идёт. Она идёт. Эти штуки как-то по времени подымаются. Ай, блин, это берег. Поднимаются и опускаются. Развернись. Они как-то то ли по времени, то ли непонятно что. Вонь из нашего трюма усиливается. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да мне просто выбраться поспать надо. Да вы что делаете-то? Я нафиг заблудился. Вот сейчас это реально страшно. Я могу как-то приблизить карту, нет? Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Выбрались. Выбрались наружу. Выбрались наружу. Теперь просто отплываем к шатковому понтону и нормально будет. это было прямо сейчас реальная паника я не знаю как бы я там чуть не остался на второй день если бы остался на второй день это было бы прямо печально пофиг на те деньги что там сейчас потрачу а во-первых нет не плавучий плавучий док можно забыть теперь каюта энциклопедия да 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 хорошо сообщение goldsmith и сын потрепанная квитанция получена сумма в размере 50 долларов 0 центов в обмен на одно серебряное жерелье с изумрудом серебряная правиль при начале также получено три доллара за гравировку на обратной стороне оправы покупатель заберет готовое изделие 23 декабря заказанная надпись на гравировке для дж моей яркой звезды груз в трюм теперь мне вот интересно это все у игру как это все собрать металлическое основание раммера переносной миномета почти не пострадает ну-ка идем в плавучий да не в плавучий док вверх чувствую скоро мне придется возиться больше материалов но на этот ремонт еще хватит пока не куча блин посмотри на этих щук они зараженные маме я обычная рыбешка для так 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 подожди 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 у тебя их купить можно так отремонтировать все конечно покупаю так освещение сети движки движки конечно круто а у кого мне миномет рынок давай продать все здоровье трюм знаете чем чем можем за четверочку то качнуть у нас я вот хотел да это уже не получится я буду качать вот этот двигатель нас как раз 4 это важно 67 они получаются забирают но практически одинаковое место до 52 67 мне нужно вот этот на него еще пять единиц надо так он возможно забирать 5 возможно забирать 6 покажи мне новый движок да видите он забирает 5 клеток 1 2 3 стоит просто каких-то чудовищных денег да на самом деле можно вот этот продать так снять снять в трем снять 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 в трем мы тут можем и всю ночь провозиться снять в трем ты дружище вот так вот у нас станет теперь трем у нас четыре двигателя взять крузу ставим ставим и ставить вот этому получается продаем хорошо три часа ночи это очень мало но в смысле мало нам времени осталось поспать ну давай поспим интересно как там наши безумие поживает поехали еще посмотрим что у нас тут есть корабль стал очень резвым за счет этого иногда вон эта фигня не чувак тебе показалось я тебе не нужен тут очень много вот таких вот маленьких островочков все их надо исследовать то есть видите здесь да идешь ты лесом мне кажется я знаю что она делает она на нас насылает вот этот вот безумие зак нет из-за которого мы не видим куда что и как чертовы грибы так материалы наверное нет наверное все же у а ты кто тут драгоценности какие то там блин а их прям тяжело тащить какие то сережки вытащили хорошо сейчас немножечко тут потусим и наверное можно будет нет интересно что это за ловушки как то тут все будет происходить наверное ловушки на эту фигню крайне мере было бы логично что это они но здесь я не пройду но все как раз и начинается с того что тут не пройду там не пройду мне вроде сюда на выход просто на выхода это сюда я не буду рисковать я пойду сейчас починились еще одну ночь проведу там прям мутно внутри очень мутно и каждый раз заходя в внутрь очень сильно рискуешь знать бы все это детали или нет вот они ты так отремонтировать продать тебе это конечно не получится так давай значит в трем втрем, 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 втрем. Давайте спать. Попробуем сейчас оплыть с другой стороны. Мне кажется, что если поплыть к нашей тетке-механике, которая с соли, которая, помните, переехала, возможно, она нас может собрать, потому что вот эта механика, она нам не может ничем помочь. По крайней мере, она не предлагает опции собрать этот миномет там или что-то с ним сделать. А вот это что за остров? Просто напомню себе. Смотрите, тут тоже что-то. Самолет. Ёп! Произойдайте-то не самолет! Я тебя понял. Я тебя отлично понял. Спасибо, игра. Поехали отсюда. Придется опять вот эту фигню окунаться, блин. Тут дерево. Так, фюзеляж истребителя. Попасть внутрь. Красивый сапог. Так, разбитые очки-авиаторы. Да, получается, тут таких самолетов достаточно много. Мне желательно бы найти все, потому что возле некоторых из них будет то, что мне нужно. Я указатели отлично вижу, спасибо, здрасьте, а ты кто такой? Кривоватый валун с небольшой площадкой основания. На его поверхности едва высечено трудноузнаваемое изображение деформированное тело рыбы-мутанта. Рыбы-мутанта, я понял вас. Это что-то новенькое. Так, где это находится? Примерно понял, хорошо. Ну, рыбу-мутанта еще, конечно, надо бы найти. С ними не все так просто. Вот у этого самолета я был или нет? У этого, видимо, был. Он не активируется. Стрелки нам указывают туда, но это я уже понял, что это... Скорее всего, к тому причалу, который мы видели. Но попасть я туда никак сейчас не могу. Судя по количеству разбившихся самолетов и всякое такое, это все очень сильно поменят, как этот, ну, то ли Бермудский треугольник, то ли... Гляньте, там вон пулемет лежит. Нет, не хочу. Спасибо. Не хочу, спасибо. С такой скоростью, которая у нас сейчас есть, крайне трудно маневрировать по... ...таким пространствам. Стой! Что это, причал, не причал? Лагерь. Вы видите лагерь. Несколько не свежих рыбин нанизаны на вертел над костром, который так и не разожгли. Подалеку у подножья большого дерева свалена куча тряпья. Рыбу на вертеле. Несколько гнилых рыб торчат на вертеле. Под ними собирались разжечь огонь. Видимо, лагерь пришлось покидать в спешке. Что будете делать? Кучу тряпья, смотрите. Лежит корнедерево. Здесь кто-то спал. Тряпки, усеянные кусками коры. Над ними в стволе дерева вырезаны символы. Символы явно делятся на три группы. Первая группа состоит из символа книги под знаком волны. Затем идет стрела вверх. И всех их сверху накрывает рисунок облака. Так. Символ книги. Знак волны. Затем стрела вверх. Символ явно делятся на три. Так, вторую группу. Пять незнакомых вам символов расставлены по углам пентаграммы. В видеоцентре начерчена человеческая фигура. Третью группу. В этой группе символ книги расположен над знаком волны. Внизу книги идет стрела, проходя через волну. Та-та-та. Ну, получается некий... Ну, получается все. А тут можно, кстати, и заночевать. Насколько это будет ошибкой. Да вроде ничего. А этот где у нас? Это дальние вообще. Дальний причал. Хорошо. А он обозначен на карте как прич... Он, кстати, по-моему, не обозначен как причал. Тот, который надо, он обозначен в центре. И выглядит так, что к нему можно попасть. Но... По-моему, там полностью перекрыто. Давайте еще раз заеду сюда. Мне нравится то, что у меня повреждения накапливаются так быстро. Так, это эта фигня проснулась, да? Видите, стрелочки явно указывают направление. Так, мне туда. Куда-то. Да, по стрелочкам. Вот, видите, здесь... А, сейчас сюда можно попасть. Здрасте. Вот это у вас тут интересные вещи происходят. Крупный мужчина наблюдает за вами сквозь клубы дыма от костра. Здесь не... А, безумно... Безумно обтесывает деревянный кол. Он встает, когда вы уходите на берег. Не знакомец, судя по лицу, ты уже столкнулся с местными тварями. Присаживайся. Посадись рядом с ним у костра. Я пытаюсь очистить проклятие джунгли от них с тех пор, как мы потерпели здесь крушение. Парни прозвали их мозгоедами, потому что они сводят с ума. Заставляют нас видеть и делать всякое. Я попросил тебя вытащить меня отсюда, но только после как я отомщу за своих бойцов. Что с ним случилось? Кто-то разбился в тумане, столкнувшись с деревьями или упал в воду. Выжившие собрались под кроны этого огромного дерева, но оно нас мало защитило. Помощь даже не успела подойти, а нас уже остались считанные единицы. Лес и твари забрали многих. За прошедшие годы я уже повидал всяких потенциальных спасителей, но никто не помог. Чем ты отличаешься от остальных? Я могу вам помочь. Так, я и думал, что ты согласишься. У тебя вид такой. Слушай внимательно. Сначала нам нужно найти пропавшие части миномета моей эскадрильи. Затем мы обстреляем из него чудовище. К северу и востоку от того места, где мы сейчас находимся, разбились другие самолеты. Отмечены на твоей карте вероятные места крушения. Ты отправляйся посмотреть, что можно взять. Угу. Как вы собираетесь починить память товарищей? Я развесил их жетоны на том дереве позади, мне показалось это правильно. Но у меня есть жетоны только тех, кого... Понимаешь, я так и не нашел все тела. Если тебе попадутся еще жетоны, я смогу повесить их на дерево как их братьям. У меня есть разные механические штуки, которые могут тебе пригодиться. Возьми вот эту. Тебе... Тебе доверить не страшно. И закажет принесенный жетон и буду давать подобных. У меня как раз есть жетоны. Ммм. Мне удалось найти жетоны. Дай-ка взглянуть. Их тебе каждый раз привозить надо. Я понял. Я... Спасибо, я повешу их по остальным. Держи, как и обещал. Про мозгоедов расскажи. Дьявольские порождения. Чистейшее зло. Будут незаметно преследовать те в воде и внезапно выскочат с ужасающими пронзительными криками. Когда ко мне... Когда это со мной случилось впервые, я увидел тени сослуживцев. Они тянули ко мне, словно на ночном кошмаре. Когда я наконец опомнился, я обнаружил, что весь в царапинах и вкрали. Видимо, они заставили меня бежать через заросли. С тех пор я изо всех сил стараюсь избегать этих тварей. Похоже, они реагируют на движение. Поэтому перемещайся осторожно. Поблизости корабли. Облом кораблей? Да нет. Обычно любые останки здесь быстро погружаются в выл. Зачем нужны были жетоны? Я хочу повесить жетоны моих погибших товарищей на то дерево. За каждый принесенный жетон продавайте такие механизмы. Что нужно сделать еще раз? Нужно найти потерянные части миномета моего отряда. Я отметил несколько мест. Должен продолжать о результатах. Пока больше вопросов нет. Мой трюм. Так, дружище. Жетоны. Да. Миномет. Значит, авиатор. Какие новости? Найти жетоны. Давай. Интересно, а тут только жетоны те, которые здесь? Или любые жетоны здесь можно ими сплавить? Плавешь, спасибо. Тебе спасибо, дружище. Четыре части просто... Это все. А, это все, кого я помню. Во всяком случае, их лица потихоньку стираются из памяти. Хорошо. Значит, мы нашли все жетоны. Супер. Харшушек не продал. Мне удалось найти части миномета. Ствол, рама. Ну, вот и все. Вот и все. Теперь, пока я собираю миномет, можешь заняться следующим этапом плана. Тебе, наверное, попадались на глаза необычные сооружения в здешних лагунах. Это я сделал ловушки для мозгаэдов. Нужно просто их туда заманить. Как только они окажутся внутри, я смогу обстрелять их из нашего нового миномета, и тогда с ними будет покончено. Больше никаких кошмаров. Я отмечу расположенные ловушки на карте. Понятно? Как мы заманим? Они клюют на очень специфические приманки. Твои навыки снова пригодятся. У тебя все готово. Так. Это не опасно? Конечно, опасно. Да. Как вы сделали эти ловушки? Запас и терпение сделайте. И сделайте. Твари, насколько я понял, реагируют на движение. Поэтому всякий раз, когда они приближались, я замирал. У тебя все... Ага. Значит, может так. Я понял. Так. А что делать дальше? Нам нужно сделать три специальные приманки из различных сочетаний рыб. Про первую ловушку. Для него потребуется три рыбы из этой области. О! Щука и еще что-то. По-моему, я их видел здесь. Хорошо. Эта приманка не хватает рыбы. Возвращайся, когда сможешь. Еще что-то еще узнать о приманках. В одну из ловушек, которые я собрал в лагоне. Я не отмечусь на твоей карте. Еще что-то так. Давайте тогда пока все. Просто повернемся. Ну, починимся. Наловим рыбы. А, погоди. Авиатор, что там что-то можно было. Давайте поговорим о приманках. Три специальные. Да, пока все. Что мне нужно делать сейчас? Семен специальную приманку. Ну, это понятно, да. Да-да-да-да-да. Все. Просто оно почему-то обозначалось как непоговоренное. А, я подплывал с той стороны и не мог заплыть. Я понял. Сейчас. Здрасте. До свидания. Вот. Это напрямую от шаткого понтона. Вон туда. Я сейчас починюсь. Подготовлюсь. Так, ловуч. Так, что ж. Почему я постоянно туда захожу? Давай, чини меня. Чини меня полностью. Это в трем. В трем, в трем, в трем, в трем. С сапогом прикроем. Хорошо. Четыре поинта. Так, драгоценности, железо, дерево. Поехали ловить рыбку получается. How much is the fish? Да, это та, которая мне нужна была. Не уверен. Иди отсюда нафиг. Я пошел отсюда. Мне кажется, оно того не стоило. Сколько я урона получил? Один. 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 Драгоценность. Так. Ну, с безумием у нас, конечно, классно отдыхаем. Рыба на следующий день какая будет? Она будет такая себе, да? Не свежая. Ладно, фиг с тобой выбрасываем. Поехали. Не уверен. Мне кажется, вот это, по-моему, была рыба. И где-то была щука, не щука, как она. Да. Да. Вроде вот эти рыбы нужны были. Мне кажется, наносит нога. Там сюда. Не надо будет их тебе отдавать или ты сам их разместишь. Давай и... Так. Давай поговорим. Поговорим. Расскажи про первую. Она. 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 И она. Годится. Осталось только смешать и все. Положи готовую приманку в ловушку. Потом отойди подальше. Ловушка сработает. Я выстрелю по ней из минометра. Не забудь перенести доказательства того, что тварь. Ага. Супер. Если хочешь, нужно... Так. Вторую приманку. Для исключения нужны две рыбы. Офигасе. Так. Еще одна вот такая маленькая. Вот такую большую я не видел. Вообще еще не видел. Так. Вопросов нет. А приманку мне положить... Так. Погоди. У меня есть свежесть? Дурно пахнущая смесь. Вот еще я сказал, что она привлечет. С ней нужно быть отдельно аккуратным. Поехали. В любую ловушку можно положить, да? Большая под ней плавает. Это положить в приманку. Вероятно стоит отойти подальше. Чувак! Погаси! Это не то что не надо. Вот нужная мне рыбка. Я надеюсь на свежесть никак не повлияет. в двери находятся останки мозгоеда авиатор будешь вот это хорошо оставшись часть туши погружается в ил похоже их тут просто несколько этих мозга правов мозга едов не такой мне не надо 1340 чем-то я могу еще позволить себе немножечко поплавать если ничего эту рыбку потом выкинуть не страшно ты у нас погодите а может быть такое что она ночная вот а здоровая которым ну давайте я отвезу так хорошо авиатор я принес останки существа давайте посмотрим вы протягиваете авиатору стерзанный комок плоти его сложно опознать но вы оба знаете что он утром даже только одному существо он по раз тыкает ножом мясо проверяя его на упругость кажется да да одна из тварей хоть какой-то прогресс но еще много предстоит сделать не а приманках какие другие 3 3 расскажем 3 нужно ого две такие штуки нужно или по крайней мере они одинаковые так а я могу тебя оставить эту рыбку пока что подожди она испортится не испортится свежая вот к остальным здесь можно будет вернуться позже отлично супер чтобы да до свидания я уж не знаю останется она свежей не останется но по крайней мере ту рыбу мы сгрузили надо будет попробовать порыбачить здесь ночью что ли отлично по крайней мере хоть какой-то прогресс и с моей стороны тоже я наконец-то понял что делать так щука не то нужно каких-то два бумеранга непонятно шок но вообще такое это не ты вон 2 тварь и не ты не не до свидания блин я думал это уже чистые воды отлично как мне отсюда выбраться в сторону да не ломайся ж ты пожалуйста офигенно так где мы там сюда тут у нас обычное безумие там морское безумие тут нет это не то блин 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 так на и нам нужно было ускорение поставить я провтыкал а а нет чинемся я пока только просираю деньги если уж на то пошло давайте тогда спим скидываем безумие успокаиваемся немножечко и думаю тогда на этом серию то будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра добра всем покеда так у б б б б б б б Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok